Проходит реабилитация тех людей, граждан, молодых людей, которые возвращены. Студент третьего курса юридического факультета Руслан Аушев интересуется, насколько масштабная работа проводится адаптационной комиссией. Действительно, ребята, захотевшие вернуться к мирной жизни, могут это сделать в полной мере. Он считает, что большинство людей могут оступиться и совершить ошибку. Главнее всего ее осознать вовремя и сделать шаг назад. Наша молодежь должна идти по правильному пути и не сбиваться с этой колеи. Без единства, без грамотности у нас ничего не получится. Адаптационная комиссия помогает молодым людям не только вернуться к своей семье и избавиться от преследований со стороны вербовщиков, но и восстановиться на учебе и устроиться на работу. Сложнее всего вернуть тех, кто уже перешагнул границу Сирии, ведь их лишают документов, а выехать из страны без них практически невозможно. Тем не менее, на практике комиссии есть много случаев, когда после адаптации молодые люди находили себя в различных сферах. Один из них, соответственно, изъявил желание продолжить свою раннюю деятельность, которой он занимался, это спорт. Ему открыли отдельное, он предоставил площадку физкультурно-оздоровительной комплексе, и он активно занимается в том числе духовно-нравственным воспитанием молодежи на своем личном примере. Это не единственный вопрос, который интересует студентов, ведь возможность побеседовать напрямую с представителями власти, которые работают в этом направлении, выпадает не каждый день. К примеру, я, опять же таки, к примеру, стану свидетелем какого-то разговора, где мне будет понятно, что тут что-то подозрительное, тут что-то попахивает, так скажем, экстремизмом и терроризмом. Вот если я пойму, что что-то не так, вот именно в этой сфере, то, о чем мы сейчас с вами говорим, куда, в какую инстанцию мне нужно обращаться, в первую очередь? Самое главное, что вы, в первую очередь, что вы должны сделать, сразу развернуться и уйти от этих разговоров. То, что будет лучше для вас. Если вы видите, что там готовится какое-то преступление, подготовка к преступлению, так, и вы об этом не скажете, и в уголовном поле следствия то же самое, и у вас не доносение о совершении подготовившихся к преступлению. Гости стараются предостеречь студентов от домыслов и слухов без знания ситуации. Обманывая самих себя, они могут стать легкой жертвой вербовки, жить и развиваться и не вредить другим – главные заповеди, которые приводят выступающие. И это относится не только к парням, но и девушкам. Эффективная борьба с терроризмом и экстремизмом должна у нас вестись нами самими. То есть мы должны воспринимать любое проявление террористического акта, и в частности то, что произошло вот там, на перекрестках отношений сотрудников МВД, это не что иное, как посягательство на все общество, на всю нашу государственность. Подобные встречи с молодежью проходят все чаще, особенно они актуальны после нападения на сотрудников правоохранительных органов в Яндере. Целью таких дискуссий всегда было и остается сохранение с трудом достигнутого мира в республике. Наши предки выстояли трагедии не раз, а теперь испытанием нашего поколения можно считать экстремизм и террор, против которого и должен сплотиться весь народ вместе плечом к плечу, как и завещали старшие. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.